Всем привет! Воскресенье утро. Я уже после пробежки в парке. Все после рыбалки. Клева не было. Жарко. Рыба пошла спать. Мы едем в китайский магазин. Хотим взять почеревку, подкоптить, подварить. Пойдем сегодня туда, в лес, на барбекю. Поэтому после вчерашнего активного отдыха, сегодня хочется отдохнуть попроще, расслабиться. Возьмем гамак, если будет место там под гамак. Возьмем почеревку. Взяли только... У нас дома есть рыба, которую Степа словил. Есть еще одна в бронзине. Тоже попробуем пожарить. Есть сосиски еще. Мы вчера взяли. Ну и уже как бы в компанию возьмем почеревку. Чтобы было для всех. Сосиски, рыба. Поделимся. Кому что. Почеревка для любителя животиков. Встретила в парке Валентину. Бодрая женщина. Старички. Старички ее как старички. Иногда лучше, иногда хуже. Чего не поделаешь. Маша дома. У Маши сегодня последний день вот этого третьего класса. И она закончила на данный момент онлайн обучение свое. Чтобы взять четвертый класс, нужно иметь лицензию медсестры. Ну, она взяла Агадам отпуск и будет готовиться к экзамену. Так что все движется своим чередом потихоньку. Если что-то будет интересного в китайском магазине, там много чего интересного. Иногда смотришь и не знаешь, на что ты смотришь, что это такое. Не всегда на упаковках есть даже, как бы на английском языке, что это значит. Нужно или догадаться, или просто не брать. Поехали. А медузу вы когда-то ели 5,70. В ассортименте. И такая, потемнее. И кусочки побольше. 9,49. Не так дешево медуза. Ну, китайцы все едят. Вот, у них все аккуратно нарезано, маленькими порциями. Бери, не хочу. Говядина, свинина. Кстати, можно взять ножки на холодец. И такие копытца есть. Тут копытца 7,63. Вот эти ножки, рульки, 6,54. Ребрышки 8,35. Это тоже ребрышки. 10 долларов. Вот такой вот почти килограмм. 10 долларов. Я бы не сказала, что дешево. Есть еще свиная кровь. 3,26. Вот этот кусочек крови. В банке есть. Тоже. Вот такая почеревка есть. Тоненькая. Степа любит пожирнее, чтобы была. Нету. Свиньи тощие. Нечем кормить, что ли. Ковид повлиял на свиней. Курица аккуратно расфасована. Тоже. Даже вот рульки нарезаны на кружочки. Черная курица есть. Я уже показывала. Петух. Даже есть, пожалуйста, похожий на домашнего. Сколько стоит петух? 8 долларов. 9. Курочки. Синяя птица. Язычки надбивные. Кости. Куриные. Скелетики. Всякая всячина. Беренья хочу. Кукт порк стрипс. Это уже готовая свинина. Какая-то такая черная. Наверное, в соевом соусе. Это тоже. И это тоже. И это соленая свинина написано. Порк. А вот и крабы. А, они под люки шевелятся. Хе-хе-хе. Апс. 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 Давай. Давай. Играй. Ага. Смотри, какой агрессивный. Видишь? Пять девяносто девять. Живые. Тут кто-то живой есть? Признавайся. Живые спят. Опа. Шевелятся. Ага. Апс. 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 Ну, зрение у него хорошее. Рыба в ассортименте. Бери не хочу. Все поберет макрель на селерку. Квайт. Квап. Квайт. Ракушек. А у нас теплое сентябрьское утро. Сегодня тоже обещает хорошую погодку. Поэтому мы и решили куда-то рвануть. Опять на природу. Такие вот домики на солнышке все. Кто-то может еще спит. Потому что у нас только 11 часов. А то уже бегает. Тут школа. Да, школа. Но сегодня воскресенье. Школа пока еще отдыхает. Хотя уже городские школы работают. Дети уже учатся. С пёсиками гуляет уже. С пёсиками. Пока стоят хорошие деньки. Бегаем. Отдыхаем. Сейчас как затянут дожди. Тогда будем дома тоже сидеть отдыхать. Пока еще зелено. Осенью уже с утра пахнет. Потому что прохладно. Но листва еще держатся зеленые. Еще. Осень только в календаре. Домики здесь красивые. Спокойная улица. С лежачими полицейскими. Домик продается. Домики будут до миллиона. Хороший. Хороший. Миллион есть. Берем. Что мы будем мелочиться с дешевыми. И тут андерконтракт. Контракт. Красиво. Заборчики. И вот только где-то кусочки какие-то. А так заборов нет. Все открыто. Еще один дом для продажи. Пожалуйста. В Нью-Джерси полно домов для продажи. Бери. Не хочу. Ну все. Мы дома. Вот что мы взяли в китайском. Вот такие вот интересные печенюшки. Golden dumpling. Кейк. Это как пельмешки. Со вкусом написано. Еще бы я видела с каким вкусом. Короче с каким-то вкусом. Были еще со вкусом биф. Но это не биф. Это что-то другое. Хуан-Джин и Аджи. Мочи взяла. Вот. Айс-Крим. Давно не брала мочи. Взяли вот такую вот рыбешку. Степа взял. Хочет засолить. Взяла потом две баночки куриной печени. Сделаю паштет. Вот такой вот кусочек почеревки взял. Степа сейчас проварит в шелухе. Луковой. И потом возьмем, зажарим на огне. Ну и Маша захотела вот такие вот печенички. Маша у нас сластеная еще та. Бамбуковые палочки тоже взяли. Иногда для курицы барбекю делать. Такие шашлычки на палочке. Зашли еще в какой? В овощной магазин. Сейчас покажу. Такой вот натюрморт с овощного магазина. Взяли вот такие вот сегодня три штуки. Дрявенфрут называется. Редко бывает. Иногда бывают дорогие. Не всегда берем. Сегодня я решила взять. Три штуки за 99 центов. Фета. Брынза. Тут полкило. Почти 10 долларов. Пару перчиков. Пару вот таких вот длинненьких, синеньких. Очень хорошие. Кукуруза. Куда же без нее. Персики и нектарины. Грибочки. Малинка. Степа какие-то приправки. Он тоже взял там еще макароны. Сливы. Мандарины, бананы, яблоки тоже взяли оттуда же. Дальше. Яйца. Две упаковки. Блубери. Надеюсь, хорошие. Виноград. Булочки. Хлеб. Что еще? Ну, авокадо. Лимоны. 4 на доллар 29. Авокадо. Одна штучка. Доллар 29. Вот такие вот были красивые помидоры. Вот как домашние. И сливки. Ну и лук и картошка. Куда же без них. Арбуз не брали. Там ужасно дорогие арбузы. В этих овощных магазинах капец. Вчера в Акме взяли. Вот такой вот за 3 доллара. Если вы мембершип Акме, можно взять за 3 доллара арбуз. Если у вас все 3 члена семьи, можете взять 3 арбуза. Все. Сейчас это все раскладу. Все пойдет делать дело со своей почеревкой. И вечером под вечерок после обеда пойдем в парк. Ну и все эти наши покупочки сегодня в двух магазинах. Мы оставили 100 долларов. Много или мало. Но на неделю хватит. А там будем брать опять. Ну короче мы вышли на природу. Степа колдует над огнем. К счастью мы еще вот нашли свободный мангал. Людей полно. Здесь компания индусы. Там компания мексиканцы. Там еще какая-то компания. Короче все столы почти заняты. Мы еще счастливчики. Сейчас 5 часов вечера. Тут вообще гуляние в разгаре. Ну и нам посчастливилось. Огонь горит хороший. Тепло на улице. Вообще не скажешь что осень. Весело, шумно. Только вот мы одни. Маша даже с нами не пошла. Мы даже не взяли ничего такого, чтобы накрывать стол. Вот все вот так вот пожарим. Посидим, подышим. Дома будем есть. Хотя здесь хорошее местечко. Под деревьями тенечек. Я хотела повесить вот там вот свой, как он называется, гамак. Ну смотрю там люди. Играет в бадминтон. Будут через меня валанчик перебрасывать что ли. Окей, неохота. Сосисочки наши уже на подходе. Вот это говядина. Два стейка. Я взяла Нью-Йорк стрип. Тейк. А вот это Степана почеревка. Вот он взял один кусочек. Больше не было. Проваренная уже в шелухе. Уже имеет свой цвет. Переворачивать надо. Не надо? И еще у нас есть рыбка. Но пока еще это. А вот и рыбка подходит. И все наше сегодня гуляние на этом заканчивается. Шеф-повару спасибо. Солнышко уже хочет идти спадки. Но люди спадки не хотят. Полно народа еще здесь. Шесть часов. Все. Вам всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Бай-бай. Даже музыканты сегодня здесь есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.